Приветствую вас. Ну, наверное, наверное, первое, что нужно, если мы отвечаем на ваш вопрос о том, как быть. Это прояснить, получить полную картину происходящего. Потому что есть у меня такое ощущение, что не совсем полную вы ситуацию видите. Ну, например, вы говорите, что поводом для измены, для разрыва подключила его измену. Но ведь у измены, в том числе, есть свои причины, в том числе. И нельзя, как я думаю, просто взять и сказать, что вот он не изменил. Ну, мужчину, в смысле, да, не изменил. И всё. И мы разорвали наши отношения. Я думаю, это не совсем правильная позиция, не совсем адекватная позиция. Мне кажется, что более адекватная позиция, это когда есть понимание того, что стоит за изменой. А, то есть, какие скроются причины, например, у измены, то есть, что мужчину, к примеру, замотивировало вам изменить. Почему у него появилось такое желание, почему у него появилась такая потребность, потребность вам изменить. Вот. Мне кажется, что этот момент является, в первую очередь, тем, на что вам нужно обратить своё внимание. Потому что именно от этого зависит то, как дальше вы будете выстраивать отношения с своим мужем, не важно. Если вы будете выстраивать отношения с будущим мужем, или бывшим мужем, или, может быть, речь идёт про мужчин, вообще, но, как бы, вот, понимание, понимание, понимание того, что происходит, да, понимание того, что произошло, оно, наверное, очень важно здесь и крайне важно, чтобы вы отдавали себе отсчёт в этом, чтобы вы понимали, почему человек изменил, и чтобы вы не перекладывали на него всю ответственность за то, что произошло. Потому что измена, это показатель неблагополучия в семье, в паре, да, но никак не показатель того, что, образно говоря, отдельно взятый, человек, в чём-то виноват. То есть это просто такое вот искусственное упрощение, на мой взгляд, за которым нет в большом счёту ничего. Ну, хорошего, я имею в виду. Дальше. Как быть? Если. Проживать. Если вот так просто вам ответить, да, то проживать. Проживать. Просто нужно это прожить. Принять и прожить. Вот. Это далеко не, не самая простая, не самая простая задача. Прямо, потому что, тяжело, потому что, есть обиды, потому что, хочется, 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 как-то вот обвинить, да, человека. Хочется сказать, что, ну, это не я, это всё он, и я вообще ни при чём. А, я вас понимаю, но это не проживает. Это, скорее, такая, знаете, борьба. Это, вот, именно борьба. Это, то, что называется борьбой. Психология. Когда человек борется с реальностью, не желая признавать её, не желая принимать её, вот. Ну, никто, на самом деле, не говорит, что это легко сделать, никто не говорит, что это реально легко. Именно поэтому вам нужна поддержка. в том, чтобы положить это. Вот. И, в этом, ну, вот, собственно, для этого существуют, как раз, психологи. Вот. Мы, как раз, в этом направлении работаем. Мы, как раз, помогаем, людям прожить определённые вещи, вынести что-то для себя, и так далее. Вот. И, измена, и, работа, объективно, сама, для любого человека, для оказывающих человека. Вот. И, вы, здесь, вне всякого сомнения, исключением не являетесь. Вот. То есть, вам также тяжело и болезненность может быть от того, что происходит. Самое главное, это не держать в себе подобное. Вот. А, именно, проживать, проговаривать, чувствовать, не замыкаться как-то в себе. Вот. Ну, не засыкливаться на себе. А, именно, вот. На, вне, это направлять. Понимаете? Ну, а то есть, направлять, именно, на внешний мир. То, что, ну, вот чувствует. Не оставлять это в себе. Не оставлять это, не про, не прожит. Вот. Я бы ещё так сказал. Ну, это вот, то, что вам можно сделать. То, что вам нужно и то, что вам можно сделать. И это то, чем и как может помочь психолог. Вот. То есть, сейчас вы, грубо говоря, находитесь в таком полностью подвешенном, да, полностью зависимом состоянии. Вы не видите связи между тем, что происходит и своими действиями, своими поступками, своим, ну, своим поведением. В общем, я это говорю без какого-то обвинения. Я говорю, что вы, правда, не видите, не видите связи между тем, что делает ваш муж и тем, что делаете вы. Вот наша задача поможет себя снять. Вернуть на себя ответственность за то, что, ну, за то, что произошло, скажем так. И дальше уже смотреть, как можно использовать эту ситуацию. Что, что можно из неё вынести для себя. Она неприятная, она нехорошая, она болезненная. Вот. Но она есть. И... Игновировать её нельзя. Вот. Любое игновирование приведётся к застреванию. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было полезно, если понравился мой ответ. Буду благодарен за оценку и в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.